Ну что ж, попытка не пытка, погнали! Рассказчик из меня, конечно, не очень, но что выйдет, то выйдет. Сейчас нахожусь в Хорватии, на берегу Адриатического моря, и постараюсь вам рассказать кое-что интересное, что я увидела здесь. На данном кадре, прямо сейчас, мы можем увидеть осадок в виде соли, и этот процесс называется солнечное опреснение воды. Вот этот вот моллюск, к сожалению, не знаю, к какому виду он относится, к какому типу, скорее всего, но обычно этих моллюсков сошкребают с дна, суден, кораблей и тому подобное. Честно говоря, его заметила не сразу, чисто случайно спотыкнулась от какой-то маленький камушек, и, ага, это моллюск, окей! Ну и какое же море может быть без крабов? И, кстати, этот краб был достаточно большим, но выманить его, к сожалению, у меня не получилось. Пожалуйста, не судите строго, я лишь чуть-чуть задела эту оптиню, она дальше сама уже свернулась. И так как крабы ведут больше ночных ум в жизни, я решила прогуляться вечером, и да, действительно, в это время суток их намного больше, но взять в руки я их не рискнула. Получилось здесь нет маленького бычка, который себе спокойно отдыхал на конфликте. У-у-у-у-у, много глаз, много глаз, ну, креветки, понятное дело. И кто самый внимательный, мог увидеть и краба. Также немножко информации по поводу оптимий морских анимон, которые по внешнему виду похожи на цветы, но руками их лучше не трогать, так как вот эти вот щупальца содержат яд. По поводу краба, хотела сказать, что данный вид краба, каменный краб, преимущественно обитает среди камней и питается падалью, но благодаря своим сильным клешинам способен ловить маленьких рыбок и раскалывать крепкие створки моллюсков, даже такого как краба. Но от печенья, честно говоря, он тоже не откажется. Достаточно известный факт, что Хорватия популярна своей чистейшей водой и морскими лежами, но за них можно не беспокоиться, потому что, как я уже сказала, вода здесь чистая, их можно увидеть и просто будьте аккуратны. Редактор субтитров А.Семкин